Строгий выговор получили заместители руководителя управления государственных доходов городов Джезгазган и Сатпаев. Такому же наказанию подвергнуты Аким села Киртэнде Нуринского района за превышение должностных полномочий. Дисциплинарное дело в отношении чиновников рассмотрели на очередном заседании Совета по этике. Заместитель руководителя управления государственных доходов города Сатпаев Малтыкбай Серикбаев наказан за установку скрытой камеры в кабинете своего подчиненного. Однако ответчик уверяет, что камера вела запись без звука, а принять такие меры пришлось из-за подозрения в коррупционных деяниях. По слову руководителя УДС Сатпаева, он объяснял это тем, что у него есть информация о том, что его подчиненные берут материальные вознаграждения в податке одного логопатического. Целью подтверждения этих доводов и было самостоятельно решение. Однако приведенные доводы со стороны защиты не убедили присутствующих, и коллегия пришла к общему мнению, что даже если и были выявлены нарушения сотрудниками, то камеру тем более скрытую устанавливать право никто не давал, ведь это превышение должностных полномочий. Я работаю на этой должности с нового года. Камеру просто перенес на другое место, чтобы самому убедиться. Хотел предупредить в понедельник, но не успел. Вот и получилось, что без предупреждения поставил камеру. Но видеокамера не сохраняла запись и снимала без звука. В итоге Совет по этике единогласно принял решение сделать строгий выговор Мултыкбаю Серегбаеву. Следующее дисциплинарное дело было рассмотрено в отношении заместителя руководителя управления государственных доходов города Жизказган Асыла Альсиитова. Как выяснилось, сотрудниками полиции в отношении обвиняемого составлен административный протокол по факту управления транспортом в нетрезвом состоянии. Постановлением суда 5 июня 2017 года Асиитов признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на три года. В ходе служебного расследования Асиитов также свою вину в нарушенном служебнометике признал и показал, что правонарушение было совершено им по неосмотрительности. Таким образом, анализ собранных материалов показал, что в действиях Асиитова имеются признаки нарушения подпункта 13.5 и подпункта 1.7.этического кодекса, выразившихся в несоблюдении общепринятых морально-этических норм во внеслужебное время, нахождение в общественных местах состояния опьянения, а также в допущении совершения правонарушения, за которые законно предусмотрена административная ответственность. Данное дисциплинарное дело вносится на ваше рассмотрение. На этот раз чиновнику был вынесен строгий выговор, но председатель заверил, сейчас рассматривается вопрос о переносе определенных правонарушений из этического кодекса в разряд проступков, которые могут стать причиной увольнения. Правонарушения, поэтому, опять же, здесь мы можем максимально наказать в виде строгого выговора. Но сейчас, как я уже в тот раз на прошлом заседании говорил, рассматривается вопрос о переносе определенных правонарушений из этического кодекса в разряд проступков, дискредитующих государственную службу. И тогда, если вот эти правонарушения будут перенесены, то мы можем потом уже наказать уже более строго, то есть вплоть до увольнения. Поэтому сейчас, учитывая, что это рассматривается как этическое правонарушение, мы можем дать только строгий выговор. И в завершение члены Совета по этике рассмотрели дело Акима села Киртенды Нуринского района Яркина-Оспанова, который обвиняется в нарушении норм служебной этики. Установлено, что 8 июня текущего года на одной из автозаправочных станций поселка Киевка, что в Нуринском районе, произошел инцидент, где Аким села Киртенды допустил действия, которые не соответствуют служебной этике. Тогда я никак не нарушил правила служебной этики. Я не выражался грубо и тем более не лез в драку. По-человечески поговорили. Но никакой драки там не было. Ведь я всегда стараюсь соответствовать своим должностным полномочиям и всегда соблюдаю все правила этических норм. Однако в ходе заседания были предоставлены видеоматериалы. По итогам всех обсуждений коллегия пришла к единогласному решению. Строгий выговор в отношении Акима села Киртенды Яркина-Оспанова.